Бриллианты По личному делу По личному делу И после этого вы говорите, что вы не эмигрант Ну что? Сами сознаемся? Или будем дальше отпираться? Ну? Хорошо В конце концов, без помощника трудно Подумал Ипполит Матвеевич А жулик, он кажется большой Такой может быть полезен Хорошо Я вам все расскажу Но жить с такими волосами в Советской России не рекомендуется Почему? Придется сбрить Это невозможно Тогда вы всю жизнь сидите здесь, в Дворницкой А я пойду за стульями Брейте! С вас, между прочим, за стрижку и бритье 2 рубля Почему так дорого? Везде берут 40 копеек За конспирацию, товарищ фельдмаршал Ну-с, готово Нервных просят не смотреть Что вы хотите сказать моему другу? Вам не надо беспокоиться Я от Елены Станиславовны Как? Она здесь? Здесь не очень Очень хочу вас видеть Пардон Что? Знакомая женщина? Старая знакомая Тогда, может быть, зайдем поужинаем у старой знакомой Я, например, безумно хочу жрать после этого вдовушкиного чая Пожалуй Тогда идем Введите нас, таинственный незнакомец Вам не надо беспокоиться Все будет совершенно тайно Тайно? Совершенно Я знаю, чем вы рисковали, придя ко мне Я не спрашиваю, зачем вы приехали из Парижа Но я приехал вовсе не из Парижа Я приехал... Мы с коллегой прибыли из Берлина Но об этом не рекомендуется говорить Чего же вы не торгуетесь? Пошел вон 120 125 130 145 145 рублей в пятом льду слива Раз 145 Два 145 Три Двести 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 Раз Двести Два Двести Двести Три Продано Мама Ну как, председатель? Эффектно? Да Да Это вы купили стулья? Мы Когда их можно забрать? Включается 15% комиссионного сбора. Ну, что ж делать? Берите. У меня есть 200. Гоните 30-ку, дружайшая, да поживее. Видите, дамочка ждёт. Ну? У меня нет денег. Как? А 200 рублей? Я их... потерял. Давайте деньги, старая сволочь. Так вы будете платить? Одну минуточку, маленькая заминка. Позвольте! Мы ничего не знаем, никаких комиссионных сборок. Надо предупреждать. Лично я отказываюсь платить эти 30 рублей. Хорошо. Я сейчас всё устрою. По правилам аукционного торга лицо, отказывающееся уплатить полную сумму, должно покинуть зал. Попрошу вас. Да, эффект был велик. Таких ударов великий комбинатор не испытывал давно. Возмутительные порядки. В милиции на них нужно жаловаться. Действительно, чёрт знает, что такое. Дерут струдящихся в три, в три, дорога. За ебогу. За какие-то подержанные 10 стульев 230 рублей. С ума сойти. Да. С ума сойти можно? Можно. Вот тебе милиция, вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран, вот тебе ночные прогулки по девочкам, вот тебе седина в бороду, вот тебе бес в ребро, а теперь пошёл вон. Всё пропало. Что пропало? Гарнитур по частям продают, вот что. Радуйтесь. Что слышно? Боже мой, что вы делаете? Мой пиджак. Я его ношу 15 лет, и он всё как новый. Не волнуйтесь, он скоро не будет как новый. Дайте шляпу. Не дам шляпу. Дайте шляпу. Ай. Скажите, предводитель, а можете вы на французском языке сказать? Господа, я не ел 6 дней. Пожалуйста. Ну? Значит так. Месье, я не манжу па. Ну, ну, ну. Сейчас, сейчас. Месье, я не манжу па. Сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6. О, 6. Значит так. Месье, я не манжу па. 6 жур. Ох, ну и произношение у вас, Кисуля. А в каких пределах вы знаете немецкий язык? Зачем мне это нужно? А за тем, что вы сейчас пойдёте в городской парк и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяния. Здесь чистый сбор поступит монтёру Мечникову. Никогда. Никогда ещё Воробьянинов не протягивал руки. Так протяните ноги, старый дуралей. Как вам нравится этот Альфонс? Три месяца я кормлю его, пою, воспитываю, а теперь он становится в третью позицию и заявляет никогда. Ну, довольно, товарищ. Одно из двух. Или вы сейчас же приступаете к исполнению своих обязанностей и к вечеру приносите 10 рублей, или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-конфессионеров, считаю до пяти. Да или нет? Раз. Да. Повторите заклинание. Месье, я не манж па сис жур. Ну, не верю, не верю. Жалостливее. Больше музыки в голосе. Идите от себя. Месье, я не манж па сис жур. Ну, ну, немецком давайте. Гебензимир бит. Ну, немецкий, ладно, вы знаете. По-русски давайте. Ну, по-русски. А, по-русски. Подайте что-нибудь на пропитание. Минутку, минутку. Серьезней, серьезней. Слезу дайте. Подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной Думы. Гениально. Кун гениально. У вас талант к нищенству заложен с детства. Правда? Ну, конечно. Идите. И без денег не возвращайтесь. Месье, я не манжу па сис жур. Месье, я не манжу па сис жур. Гебензимир бит. Ну, это я знаю. Господа, подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной Думы. Альпийское нищенство. Святое дело. Деркни давай! Давай, Деркни! Давай, Деркни! Деркни давай, я тебе говорю! Деркни! Давай, Деркни! Давай, Деркни! Деркни давай! Давай, Деркни! 30 копеек. Премьера прошла с успехом. Вы верный сын Отечества. Благодарю вас. 500 рублей могут спасти гигантам мысли. Скажите, а 200 рублей не могут спасти гигантам мысли. Я думаю, торг здесь неуместен. О, простите, пожалуйста. Господи! За нами опять следят. Пойте, пойте, пойте. Улыбайтесь, улыбайтесь, громче пойте. А теперь расплатитесь с официантом и незаметно уйдите. Союз с меча и орала. Живыми мы им не сдадимся. Идите. 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 Больше сюда не приходите. Идите отсюда. Идите. Не может быть. Не может быть. Идите. А-а-а-а! Субтитры создавал DimaTorzok